Привет спортсменам и болельщикам! Надеюсь, ваша спортивная неделя была насыщенной. Если же вы пропустили то или иное состязание, не знаете, какой им счет был в матче любимой команды, вам сюда. Это программа «Дополнительное время» – еженедельный дайджест спортивных событий закрытого города. Готовы? Тогда на старт! Внимание! Непрофессиональные спортсмены Сарова вновь отличились. 28 ноября в выездном состоялись соревнования антинаркотической направленности «Спорт для всех». Саров представляла команда центра внешкольной работы. Всего в зональном этапе спартакиада приняли участие 29 команд. Программа соревнований включала в себя эстафету на надувном модуле, выполнение испытаний комплекса ГТО и перетягивание каната. В результате саровские спортсмены заняли второе место. Молодцы! Пятерка по воздуху! Анастасия Седова заявлена в состав национальной сборной по лыжным гонкам на третий этап Кубка мира. Соревнования пройдут в Норвегии 8 и 9 декабря. 8 декабря состоится индивидуальная гонка на 15 и 30 километров свободным стилем, а 9 декабря эстафета 4 по 5 километров и 4 по 7,5 километров. Состав команд для участия в эстафете станет известен после первого соревновательного дня. Ну что, будем держать кулачки за нашу прославленную лыжницу. Удачно выступили на областных соревнованиях по настольному теннису спортсмены центра внешкольной работы. Торнир прошел в Лукаянове 1 декабря. В младшей возрастной группе из 48 участников соровчанин Егор Безменов стал вторым. Глеб Шаплин занял четвертое место из 80 участников в группе юноши. В группе мужчины-профессионалы приняли участие 24 спортсмена, где соровчанин Денис Сабаев также занял четвертое место. В Сарове стартовал ежегодный чемпионат города по баскетболу среди мужских команд. Уже вторую неделю команды сражаются за звание лучшего, и вот есть первые результаты. Команда кардинала уступила команде полет 40-100. Команда Дюш оказалась сильнее энергии в 87-72. Союз одолел профтехучилище 96-77. Полет выиграл у Дюш 107-92. Авангард оказался сильнее кардинала в 79-62. И вот неожиданность. Союз уступил команде энергии с разницей в один заброшенный мяч в 81-83. На этой неделе кардиналы ничего не смогли противопоставить профтехучилищу 64-86. Дюш разгромно уступил авангарду 85-118. А полет на 10 очков отстал от Союза 72-82. Стали известны победители муниципального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги Кэсбаскет. Среди команд девушек первое место у команды 10-й школы. Среди юношей лучшими оказались спортсмены из 12-й школы. Подробности у Дарьи Цепорыгиной. Выпускник 12-й школы Валерий Щеголихин в 7 лет сделал выбор в пользу баскетбола. Занимаясь секцией, ему удавалось тренироваться с ребятами постарше. Сегодня Валерий Щеголихин уже играет наравне со взрослыми спортсменами и входит в состав Саровского баскетбольного клуба «Атом». Вместе с командой он защищал честь города на первенстве России. Очень игровой вид спорта, командный. Тут надо играть на команду, а один тут ничего не сделаешь. Если будет играть целый коллектив, то команда будет выигрывать. На городских соревнованиях среди школьных команд Валерий Щеголихин завоевал звание лучшего игрока. Баскетболист планирует сделать спорт своей профессией и после окончания 11-го класса поступить в физкультурный вуз. Валерий играет на позиции разыгрывающего. С него начинаются атаки, комбинации передачи, которые в конечном счете должны закончиться мячом в корзине соперника. Валерий на поле также выполняет роль защитника. Самое главное – это защита. Если не будет защиты, то командный сможет выиграть. А нападение – это уже потом. Городские соревнования среди школьных команд – это муниципальный этап Лиги Кэсбаскет. Он дает возможность талантливым саровским спортсменам соревноваться с командами из области и выходить на всероссийский уровень. За право представлять саров на следующих этапах Лиги Кэсбаскет боролись команды из 14-й и 12-й школ. Путевку в финал эти сборные получили после группового этапа и полуфинальных встреч. Здесь 10 команд. Система была по двум подгруппам, по 5 команд. Сильные по две команды из группы выходили в финал. Соответственно, сначала полуфинал, и вот сейчас состоялась финальная игра. Итоговый счет на табло – 60-29 в пользу баскетболистов из 12-й школы. 16 декабря они отправятся на следующий этап соревнований Лиги Кэсбаскет в Держинск. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Решением областной федерации ХК Дальней Константинова засчитано в четвертом туре техническое поражение 0-5. Без снятия очков. Хоккейному клубу Саров Инвест засчитана победа. Для того, чтобы разобраться в ситуации срыва домашнего матча, мы встретились с тренером команды Саров Инвест и узнали все подробности. Причина отмены воскресной игры целиком и полностью легла на плечи приезжей команды. Хоккеисты из Дальнего Константинова банально не смогли в полном составе въехать на территорию нашего зато. У нас закрытый город, к нам не так просто попасть. Просто люди, видать, немножко наивные, думали, что все просто так сделаем. Нет, неправильно оформили заявку, то есть паспортные данные и за 11 человек у шестерых не совпадали с наличием. Проводить полноценную игру в урезанном до пяти человек составе команда Дальнего Константинова была не в состоянии. И тренерский штаб гостей нашего города принял решение ехать обратно домой. Для подобных ситуаций в высшей лиге Нижегородской области предусмотрен определенный регламент действий. Лучшее, что может быть, это перенос для Дальнего Константинова. А так во вторник будет исполком в федерации. И там будет принято решение. Ну, я думаю, 90% на 5-0. Если техническое поражение команде Дальнего Константинова будет засчитано, то встретятся соперники только в январе 2019 года. Если же исполнительный комитет высшей лиги Нижегородской области примет решение о переносе матча, ближайшая дата может быть назначена на 29 декабря 2018 года. Кирилл Васенин, Владимир Листик. Служба новостей. Саров. 24. В домашней схватке, которая прошла 1 декабря, ХК Саров оказался сильнее Ермака из Ангарска. Слаженные действия в обороне и блестящая игра в нападении помогли подопечным Игоря Веркина одержать уверенную победу над соперником. 4-1. Выстраивая тактику игры, красноярские «Соколы» настраивались взять реванш за проигрыш саровчанам в сентябре. Но подопечные Игоря Веркина сдерживали натиск сибиряков на протяжении двух с половиной периодов. Шайба летела либо мимо ворот, либо вратарь мастерски отбивал удары нападающих. Атаки и контратаки саровских хоккеистов также были безрезультатны. Это заставило изрядно понервничать зрителей на трибунах. Нападение что-то слабо играет, но пытаются что-то делать. Игра замечательная, соперник достойный, ребята стараются, но где-то не хватает чего-то еще. Валидольная игра, знаете, очень напряженно, переживаем. Пока слабо не хватает реализации моментов. Надо было реализовывать большинство. По напорности, чтобы ворот было, а то бить-то некому. Как-то вяло пока, на самом деле. Вроде бы моменты есть, но до конца не доиграют. Вратарь хороший стоит. Вратарь молодец. Молодцы. Упираются. Догорает хорошо. А наши? За нарушение правил игры поочередно удалялись хоккеисты обеих команд. Но игра в большинстве не принесла ни гостям, ни хозяевам заветного гола. Лишь к концу третьего периода спортсмены «Сокла» смогли завершить атаку и закинуть шайбу в ворота саровчан. Спустя пять минут подопечные Игоря Веркина забили ответный гол. Команда «Саров» очень хорошо сегодня играла. Агрессивная молодая команда. Было очень тяжело играть. Поэтому они молодцы. Игра была до гола. В конце нам улыбнулась удача. Основное время матча закончилось в ничью 1-1. В дополнительном периоде спортсмены попеременно атаковали ворота соперников, но не смогли изменить счет на табло. Судьбу поединка определила шайба, заброшенная красноярским хоккеистом в серии булитов. Булит, наверное, это все-таки лотерея повезло. А так в целом игрой доволен. Ребята молодцы. Всем спасибо. Победу в матче принесла «Соколу» два очка. Подводя итоги встречи, тренеры хоккейных клубов отметили высокий уровень подготовки спортсменов обеих команд и поблагодарили за интересную игру. Кто-то должен, я всегда говорю, кто-то должен выиграть. Но сегодня была такая игра, упорная. Я бы сказал, что равная игра, но соперник победил, я его поздравляю с победой. Следующий домашний матч хоккейный клуб «Саров» проведет с «Металлургом» из Новокузнецка. Игра пройдет в среду, 5 декабря. Начало 18.30. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Уже 3 декабря они не смогли повторить успех в матче против «Красноярского Сокола». Итоговый счет на табло остановился на отметках 1-2 не в нашу пользу. Да и 5 декабря в матче против «Металлурга» из Новокузнецка осталось только констатировать поражение. 2-4. Победу домой повезли новокузнецкие хоккеисты. Такой была эта спортивная неделя в Сарове, состоящая из побед и поражений, успехов и неудач. Хотите быть в курсе всех наших новостей? Первым узнавать самую актуальную информацию или быть героем наших сюжетов и программ? Подписывайтесь на наш канал на YouTube и присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram и Одноклассники. Всем побед! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова